На территории Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни в Стрельне состоялась торжественная церемония открытия монумента, посвященного первому руководителю главного тюремного управления Российской империи Михаилу Николаевичу Галкину в Роскому. В мероприятии, проводимом в рамках 12-го Петербургского юридического форума, приняли участие директор в Синроссии, настоятель Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также руководители пенитенциарных учреждений Содружества независимых государств, члены общественного совета. Жизнь и профессиональный путь Галкина-Роскова были тесно переплетены с историей нашей страны того периода, ее развитием. Природный талант, настойчивый характер, решительность служили ему надежным подспорьем в достижении высоких результатов на благо России. Государственный деятель Галкин-Роской совершил ряд ключевых преобразований в пенитенциарном ведомстве. Это и улучшение финансового обеспечения тюремного персонала, введение трудовой дисциплины для осужденных с обязательной оплатой труда, улучшение качества медобслуживания. Но самое главное, благодаря усилиям Галкина-Роскова тюрьмы в Российской империи из каторжных превратились в исправительные учреждения. Открыл памятник русскому ученому и новатору директор в СИН России, генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев. Создание монумента на территории захоронения Галкина-Роскова было реализовано усилиями Общественного совета при ГУФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Участники отметили, что важно не забывать о людях, посвятивших свою жизнь на благо развития Отечества и помощи тем, кто однажды оступился. Роль церкви и общества в этом вопросе чрезвычайно важна. Такая личность, как Михаил Николаевич Галкин-Росков, что всю свою жизнь он прожил не для себя фактически. Посвятил на служение своему Отечеству, делу, которому он служит. Чем будет больше у нас храмов, чем больше они будут восстанавливаться в плане просветительском, в плане работы с нашими прихожанами, тем меньше будет тюрем, тем меньше больниц будет. Как раз это очень важно. Видите, все-таки куда как ни к Богу идти людям, где можно свою душу и сердце излить, это, конечно, в храме. Также в рамках мероприятия директор в Синроссии Аркадий Гостев вручил звание старшего начальствующего состава сотрудникам ФКУ СИЗО-1, а также объявил благодарность членам общественного совета. Прежде всего мы увековечили память тюремного начальника, который был здесь, работал здесь, на этой земле. И вот это отношение, которое он сформировал из каторги, превратив в систему исправления наказания, организовав постоянную работу священнослужителей, организовав тюремные больницы, организовав, в общем-то, достойное проживание в местах лишения свободы, это прежде всего реформатор. Если общество будет готово принимать людей из мест лишения свободы, общество будет заботиться о своей безопасности. Потому что чем более открытым будет каждый человек к освободившемуся, тем больше есть шансов, что этот человек не совершит преступление, в том числе и против того человека, который протянет руку помощи. Это мероприятие – дань памяти человеку, много сделавшему для пенитенциарного ведомства. Данная инициатива была осуществлена в честь 145-летия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Анна Федорова, Владимир Филичкин, Алексей Пономарев. Новости ТБН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова